Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 остается. И вот это то, что остается, это, наверное, плоды творчества. Я так предполагаю, потому что больше нечему оставаться. А плоды творчества остаются. Но это с одной стороны. А с другой стороны и плоды творчества тоже, несомненно, исчезают. И все это гумус, и оно куда-то опять девается, и к какому-то моменту все-таки ты приходишь к этой точке, в которой ты знаешь, что сказать тебе очень-то нечего. Ни о чем. И любые высказывания твои нет в них никакой ни ценности, ни ничего. И если ты по-настоящему перестаешь ценить себя в своих высказываниях, куда-то деваешься, оно вроде... Появляется возможность какой-то ясности, появляется возможность спокойно посмотреть на происходящее. Неважно, в действиях или не в действиях. То есть, по сути делаю то, что мне раньше казалось творчеством, мне сейчас совсем не кажется творчеством. То, что мне раньше казалось искусством, в общем, я и близко туда не подойду. Более того, я вообще искусства не хочу. То есть, связано ли творчество с искусством или не связано. В общем-то, да и творчество, собственно, такое это... В общем, ну и творчество, ну и че? А че толку-то? Ну толку, куда она тебя ведет, это творчество? Ну, нам песня «Строить и жить» помогает. Понятное дело, что в какие-то моменты жить становится лучше и веселей, на какие-то... А потом опять это вот весна, осень, зима, лето, депрессия, жара, мухи. Александр Сергеевич Пушкин. В общем, вроде как все сказал наш национальный негр. В общем, как-то так все это... Ну все это даже и не смешно, на самом деле. А потом настроение поменялось, солнышко выглянуло. Вроде и все хорошо. И все творчество, и поэты, и писатели, и песни, и стихи, там все-все идет. А так какая-то грязище, да, и тоже вроде творчества. Поэтому про творчество мне сказать нечего. Я, собственно, про творчество... Я все, что мог, я уже сделал. Я все, что я про творчество знал, я попробовал воплотить в каких-то этих творческих плодах, совершенно неважно, как они получились. То есть, по сути дела, я думаю, что один из основных, что ли, этих... критерия в творчествах, когда ты не пытаешься его творить для кого-то. Вот это самое творчество свое. Если ты пытаешься творчество творить для кого-то, то ты его тем самым убиваешь. Очень характерным для этого является, несомненно, формат соцсетей, где ты неизбежным образом... Я это знаю, то есть я здесь профессионально эту историю прям знаю. Я очень долгое время, все, что я писал, у меня не было ни одной, что ли, ни одной секунды, ни тончайшего намерения адресовать это кому-либо. То есть я никогда не думал, что это кто-то, кто-то будет читать. И в принципе, у меня не было темы, что меня никто читать никогда не будет, или там наоборот будут читать, или там слушать меня будут или не будут. Ну, там, предположим, что касается каких-то музыкальных действий, так называемых творческих, потому что есть ли в этом творчество, в том, что я там дую в эту дудочку и слушаю, что получается там, ну и, в общем, как-то меняется мир, когда дудочка звучит, да. Я не уверен, что это можно назвать творчеством, потому что я сейчас говорю, те представления, которые у меня были о творчестве, они в любом случае связаны с тем, что нет ясности, как устроена вот эта вот конструкция под названием сознание в человеческом теле. А когда ты понимаешь, как устроена эта конструкция под названием сознание в человеческом теле, понимаешь, что есть ограниченное количество алиментов оперирования, как таковое, которыми ты можешь лепить любого рода вещи, то перестаёт это обольщать. Это сильно такая обольстебельная, эта херня, вот под названием творчество, потому что она, в любом случае, это есть некие манипуляции ценностями, да ещё бесстыдно в чужом сознании, ну как сразу никакому-то, в общем-то, разврату, с моей точки зрения. Вообще, всё, что я говорю, это не имеет никакого отношения ни к моим точкам зрения, потому что точек зрения вообще нет никаких. Есть какие-то полярные, я не могу сказать, что у меня нет специального отношения к происходящему. Иногда так возмущает это происходящее, просто гнев вызывает страшный, как таковой, причём какими-то мелочами, совершенно незначенными. Как-то идёшь, идёшь, вот как-то на чё-то наткнёшься, так думаешь, что уже всё, ну это уже просто в этом потоке плывёшь, и ничего. А потом, как в тебе какой-то проснёшься, вот какой-то, вот здесь, вот у меня вот здесь точка основная, вот она такая печёночная, я не знаю, я бы даже сказал, межрёберная невралгия, сука, просто жить не даёт, и всё время меня вот это вот, и вот оно было всё нормально, а тут геофрагмы задёргались, и как-то, думаешь, ну что за рожи? Ну что я сюда припёрся? Я вчера только из Китая, мне бы вот это вот, меня бы наносил, когда в какую-нибудь ванну положили, цвесточками массажа, я как дурак, понимаешь ли? И так уже 60 лет практически. 60 лет. И меня кто спросил вообще? Никто меня не спросил. А даже если спросили, это ничего кроме лицемерения. Это что вы хотите, Бронислав Брониславович? Блядь, если бы Бронислав Бронислав знал, бы он сказал, что он хочет, он ли хочет, хочет он или не хочет. Честно, я вру честно, я честно вру, и я вру честно, понимаете? Я точно, я не знаю ничего про истину, вообще ничего, я не знаю про истину, но могу наплести на это, у меня, у меня книжек уже, я уже не считал, я уже, каких книжек, я уже не считаю, сколько у меня книжек, также приблизительно, я нарисовал работы, записал каких-то музыкальных произведений, факт, что я сам их только слушаю, в общем-то, но мне так нравится, боже мой, какая красота, смотришь на все эти картинки, думаешь, не, ну лучше нарисовать вообще нельзя, а потом посмотришь на какого-то художника или музыку, подумаешь, что же за говно ты на твоем, собственно говоря, а с другой стороны, понимаете, созерцание нечистот, но высшая духовная практика, оправдание найдется для любого беспредела в любую секунду твоего бытия, как-то неловко получилось, вся эта жизнь, она какая-то сплошная нелепица, я не знаю, я вижу здесь люди вполне такие просветленные, достигшие, в общем, как-то ум имеющие критические, совесть, честь, ну какие-то понятия, живущие, в общем, с удачной жизнью, у меня все не так, то есть у меня какая-то одна сплошная нелепица, какая-то, вот такой, какой-то комок глистов, понимаете, больше ничего, там она что-то шевелится отвратительно, иногда просто рыдают, просто рыдают, не правда ли за что-то к себе? Неправда, ну как, с точки зрения могут быть разные, да, вот это вот, кому, кому это, война, кому мать родна, понимаешь, какая штука, но я-то про свою жизнь рассказываю, то есть, понятное дело, я со стороны угом могу, как вот это вот, а так, в общем, ну лень держать, вот это вот, это вываливается, вот этот носитель, я не знаю, показатель, показатель носителя, там, что-то, что-то не то, что-то, однозначно, что происходит стопроцентное что-то не то, 24 часа в сутки, но творчество, оно заключается в том, что ты себя обманываешь, просто злостно наебываешь, если говорить, вот с живым русским языком, в общем, и с этими, с сексуальными оттенками, и тригонометрии, потому что, иначе, иначе не разобраться, ну, никакие, я не могу, честно вам скажу, честно скажу, я вот 10 дней ездил по Китаю, ездил я по Китаю, и чё, собственно, я говорю, непонятно, зачем я вообще на это ссылаюсь, ну, надо, чтобы пожалели меня, что я ездил по Китаю, понимаешь, а чё, а где мне ещё ездить, я больше никуда не езжу, кроме как в Китай, понимаете, а в Китай, а чё в Китай, вся та же самая фигня, только ещё физический дискомфорт, понимаете, физический дискомфорт, у меня какие-то жёсткие привычки жизни образовались, я определённым образом люблю спать, люблю есть, мне надо обязательно дуть в дудочку, какое-то количество времени в день, там, я не знаю, что-то, что-то, мне, знаете, мой идеал, это мама графини Натали Ростовой, у этого, в конце романа уже, когда она живёт, она там, ну, типа, говорила, для того, чтобы не умерли голосовые связки, блядь, там, думала, чтобы мозговая жидкость не застоялась, там, я не знаю, ходила, чтобы ноги не отнялись, вот я абсолютно это, я вот так живу, понимаете, потому что мотивов никаких для этой жизни нету, какие-то все вот эти вот детские обращения, начиная с этого, с полового созревания перматоксикоза и вечного детского недоедания, они все прошли, собственно говоря, ничего, здесь особенного, в этой жизни нет и быть не может, кроме того, что ты сочинишь себе, сочинишь, но все творчество, это обман, это обман, понимаете, так же, как мистика, психология, современная наука, каббала, книга переменная, я не знаю, чему вы хлопаете, наверное, что-то нам отзывается в душах, я не знаю, тоже, наверное, несчастный, в общем-то, потому что, каждый притворяется, как умеет, в меру своих сил, понимаете, я-то, я сейчас ездил со своим другом, он тоже обещал со скотином быть, значит, это такой, а он был в рясе такой, он в рясе ездил такой по Китаю, вот мы с ним такие бим и бом, два словно громкие, ходили по каким-то даотским монастырям и брали интервью у местных интеллектуалов, а он в рясе, он такой большой, латыш такой, латыш, и мы создали новую религию, по сути дела, там, на всякий случай, потому что, я когда езжу в Китай, я когда езжу в Китай, и когда я проезжаю мимо такой, там есть храм, такой Юн Хэгун, значит, ламаистский храм, я ничего не знаю, не про ламаизм, что было, не про тибетский буддизм, я вообще, очень ограничен в своем этом кругозоре, в общем, я бы его и кругозором не назвал, как-то, что-то такое, совсем, калийдоскоп какой-то ломанный, причем дети поломали мой калийдоскоп еще в моем детстве, и вот я когда езжу мимо этого, меня берет просто такая страшная черная заяць, потому что лучшего коммерческого предприятия, чем этот ламаистский храм, я не видал вообще, вот этой модели отъема денег у населения, которая с радостью их туда сдает, просто несет 365 дней в году, автобусами все несут, покупают такое говно, якобы намоленное, значит, там вот это все, а я знаю, как оно там наваливается, значит, это я и сам так могу, но очень трудно, у меня был такой учитель в моем творческом этом пути, Юрий Александрович Косыдин, царство ему небесное, он умер уже давно, он был академик, тектоник, геолог такой, значит, он мне все время говорил, это был еще Советский Союз, такая страна была, знаете, я ее сильно застал, то есть, мне к моменту ее распада уже было достаточно какое-то количество лет, уже тянулся какой-то шлейф детей, бракоразводных процессов, переездов, неудачи, прочей всякой фигни, значит, в зрелом виде, он мне говорил, значит, Бронислав Брониславович, я вам святую, устроиться академиком, он был союзной академикой, было 250 человек на Советский Союз, академиков союзных, 500 член-коров, и у них была масса каких-то всяких льгот интересных, он говорил, я вам святую, академиком устроиться, очень хорошая работа, но устроиться очень трудно, по сути дела, вот вопрос в том, как устроиться, и, собственно говоря, у меня единственное вот это вот желание, маленький, духовный приходик где-то в проходном месте, в проходничок был, может быть, в нескучном саду, и главное, его как-то надо назвать, сейчас времена сложные, конечно, лучше бы, что это был бы православный орден какой-нибудь, в принципе, я так полагаю, можно с исламом поиграть, в принципе, как-то, но смешать их не удается, я не знаю, потому что поменить вот православно-исламскую какую-то конгрегацию религиозную такую, было бы красиво создать, туда, понимаете, добавить чуть-чуть буддизма вот туда-то, подсолив вот этим даосским беспределом, я не знаю, русской блатной эстетикой, ну и что-то бы получилось такое вот, которое совпадает с этими нашими бедными личностными ячейками, которые томятся вот здесь вот в этих клетках, я не знаю, в биологическом взмочении смысле этого слова или в каком-то другом, и вот я когда смотрю, и мы ходили с Арнезом, значит, он такой, вот он в лесе, такой большой латыш, и, собственно, я надеюсь, здесь нет людей, понимающих латышский язык, но мы придумали великую мантру просто «Безукс нау намерстибас», вот это такая, я надеюсь, никто ничего не понял, значит, но это главная мантра сейчас вот рождающегося духовного возрождения, которая пойдет из Риги, из Латвии, стопроцентно, значит, оно единственное место, которое вообще подходит на то, чтобы что-то оттуда началось, понимаете, потому что никаких причин, чтобы оно началось, нету оттуда, понимаете, на самом деле, вообще никаких причин нет, чтобы оно началось, потому что, но так как их нету, то, собственно говоря, только там и может начаться, потому что мы же все копируем какие-то модели и образцы, вот это, как инвалиды, блядь, входим в одну и ту же яму, в один и тот же капкан, в один и тот же угол, вот это бьемся, вот толпимся все время во вратах, а пролезть туда, через это угольное ушко, со всеми этими верблюдами, вот этими, или Тойотами, я не знаю, Грюндиками и прочей хернёй, ну невозможно, не получается. Тонкое это ушко туда, не получается. А отказаться от этого, как будешь жить, а кормить, как, я не знаю, а перекармливать в конце концов, а потом лечить эти последствия постоянного перекармливания в конце концов, неправильно вот эта жадность свою, которая попортила тебе твоё здоровье, что с этим делать, в общем-то. Вот такая вот у меня мысль. Поэтому я думаю, что, конечно, если создать, сделать сейчас орден, орден монашеский, монашеский, там люди выжат, и если сам его создаёшь, ты же творчески должен подходить. Чё хочешь, туда какие правила и назначать, в принципе. Вот есть правила в ордене какие-то, орден. Ну слово такое мудацкое, это орден какой-то, но такое какое-то... Всё время хочется сразу орден Ленина вспомнить, я не знаю там... Ну и масоны, само собой. Опять же, а куда в них вообще? В принципе, я не знаю. Я на этой куточке и играл в этом. В питерской филарбуме. На сцене. В питерской филарбуме. В питерской филарбуме. И то, что я сейчас играю, это разочаровка восточного танца римского Корсакова. Серьезно, галочку поставили, это не просто так, я сейчас дую в дудочку, это аранжировка такая специальная, творческая. Я хорошо хоть вспомнил, как это называется. Восточный танец это называется, римский Корсаков, соль мажор. Это был самый мой высокий взлет творчества в официозе, когда я поднялся и играл, там оркестр был, я там танцевал, делал это все, жопой шевелил. Так много. И потом я еще читал как бы стихи по-китайски, по-китайски. Но так как я не знал, что от меня требовали стихи, потому что я до того, как я туда попал, я так и не послушал эту музыку, которую мне прислали. Музыканты, это очень серьезные люди, это очень творческие люди. Они говорят, ну у тебя есть флейта на соль мажора, я хер знает на какие у меня мажоры эти флейты. Я говорю, ну наверное должно совпасть, я же про искусство управляемых совпадений, там если не совпадет, то тоже вообще как-то никуда не годится. И слава богу, она попала. Вот эта флейта попала. И он говорит, ну нам надо обязательно порепетировать. Я говорю, ну если надо, конечно надо. В принципе, это не бойся, все хорошо будет, все нормально, все совпадет. А у них там есть такой терем-кваркет, значит, то есть видели такие ребята, они там играют баши всякие там, мандолина, аккордин, красиво делают, молодцы, музыканты настоящие. А это как в том анекдоте, я такой, да, полез, я читать не умею, да, правильно? Такой был вот это вот приблизительно. А оказалось, что мне еще нужно было стихи по-китайски прочитать. Я, значит, смотрю в этот зал, там 900 человек, это все гармония, я им по-китайски говорю. Нинда, и так далее, значит. А я говорю о том, что я смотрю на вас, вообще ничего не понимаю, что здесь происходит, но по-китайски оно звучит как стихи. Уже по-китайски оно звучит как стихи, потому что однозначно там не было ни одного человека, который бы понимал китайский. Вот такая природа творчества, я себе понял, в принципе. У каждого ведь личное право на собственный диагноз, правда, да? Если ты честно себе диагноз поставил, и живи его честно, по сути дела. Не перед кем не оправдывайся там. Ну, параноик, параноик, ну, что, ну, зато честный параноик, в конце концов. Кто-то еще как-то, можешь назвать вообще как хочешь себе, это вот орден, немер стрибос, нау немер стрибос, нау укс, нау немер стрибос, еще вот так можно сказать. Укс, да, укс, правильно, правильно носится. А еще там чудесное такое слово есть, эй, укс, ты. Это туда же иди, вообще-то. Такое прекрасное, прекрасно звучит, кстати говоря. И немного народу понимает. А это же очень важно вообще в религиозном творчестве, невероятно важно, чтобы было непонятно, понимаете. И слух ласкал, это главное. Не дай бог, что ты начинаешь понимать, сука, понимаешь, что там кроме пыли вот этой чердачной ничего. В лучшем случае чердачная, а то и лагерная, понимаете. Но одинаково, по сути дела. Но жить-то как-то надо. Жить-то как-то надо, в конце концов, дети же. И в общем, всего уже столько. Вот это тоже хорошая дуточка, кстати говоря. Без игры творчества нет. Собственно говоря, игра является базовым элементом, базовой единицей в сознании, которая имеет потенциальную возможность любое твое действие сделать маркетблс. Ой, творчеством, извиняюсь, перепутал слово. То есть если ты... А игра, что такое игра вообще? Просто, на говоря, игра... Я в целую книжу, видите, написал про эту книжу. Оранжевую вообще с черным. Красоты невероятные вообще. Можно ее и так смотреть. А здесь золотые иероглифы есть. Видите, с золотом написано. И вообще красота такая. Такая смысл победы в победе над смыслом. Просто мы все... Близнецы-братья. Ходил бы так вот и... Разрешите пройти там вот это... Паёк туда... Ну, все вот эти дела. Депутатом Дума бы стал. Стал бы депутатом Дума. Мне кажется, что нет более творческого места вообще круче. Случайные совпадения приводят человека к власти. Не важно, по какой поляне блуждает человек, стремясь к власти. Обретение власти над другими – это всегда ошибка и опасность. Помноженные на плохое управление сознанием и понимание устройства ощутимого мира. Игра – это умение правильно трогать потоки сил. Силы – это всегда движение времени. Только играя музыку времени, направляя свои движения на потоки и качества, проходящих через твоё пространство сил, ты являешься творцом происходящего. И у тебя появляется возможность управлять совпадением. Случай в игре – это совпадение. Управлять совпадениями невозможно. Но только управляемое совпадение позволяет стать совершенным игроком в игре. В игре власти нужно управлять совпадениями. Вот в чём игра. Пожаловался – проиграл. Поумничал – проиграл. Не играл – проиграл. Отыгрываешься – проиграешь. Недооценил – проиграл игру. Переоценил – проиграл игру. Пожадничал – проиграл игру. Позавидовал – проиграл игру. Игры власти и игра во власть имеют смысл только тогда, когда смыслы ходят беспрепятственно, а бессмысленно исчезает сама собой. Как только начинается борьба власти с отсутствием смысла и с противоречием правилам, это значит, что власть уже погибла, так как никто не умеет играть. Разве кто-то во власти умеет играть смыслами? Игра смыслами творит власть, питает власть, придаёт ей смысл. Игра и смысл. Игра и смысл. Игра, когда кто-то уже сделал последний ход. Возможно, даже и не один раз. Никогда не приглашай впрямую сыграть с тобой в игру. Пусть люди оказываются в игре и сами придумывают название происходящему. А ты оставайся всегда за пределами их внимания в игре. Действуй через создание узоров обстоятельств, управляя состояниями игроков. Помни, что главный твой долг у тебя перед самим собой. Верни себе все свои долги. Не бойся брать на себя любые долги, которые не противоречат твоему чувству чести. Тогда обязательно исполнишь. Не переживай, если сразу не получается. Должен проявить настойчивость. Исследовательские обучающие игры неизбежно требуют научиться общаться. То есть устанавливать и менять способы и виды сообщения между участниками игры. Переход от научения, то есть узнавание чего-то нового о себе, передача этих знаний другому – это и есть игра общения. Игра – это всегда действие, которое производит новые смыслы. Есть игра – есть смысл. Нет игры – нет смысла. Чем отличается игра от шутки? В каждой шутке есть доля шуткой, а в каждой игре есть только игра без всяких шуток. Но разве может игра состоять не из шуток? И разве может быть шутка без игры? Я просто шучу обо всем, что вам кажется важным. Проверяйте его на истинность. Игра такая. Тяжело становится с годами тушку эту носить, она такая тяжелая. Асфальт горячий, камушки-пузико царапают, жарище, вонище, просто невыносимое. Никто на ручки не ведет. Все вот это вот. Я думаю, когда же меня-то попустит в жаре? Весь этот бред с утра до вечера изначально. И главное, никакой возможности его воспринимать не всерьез. Все-таки какая игра? Какая? Конечно, хорошо здесь вот это вот тебе создали песочницу, понимаешь? Такая песочница. На, и что, собственно говоря. Ого, еще что будет? Я даже боюсь. И сегодня, кстати говоря, единственное, что полезно вам могу сказать сегодня, это то, что сегодня, 9 день, 9 июля, это большой праздник китайской традиции. Это праздник двойного Ян. Это праздник пожилого человека, поэтому, I suppose I'm the oldest here, maybe. Just send the soul, please homage to myself, you know, just I'm very modest person. So just so indulgent and fucking shit disgusted. I understand, I understand it. So just really, just forgive me. And they will also forgive me in my turn, you know, just in order to remove and prepare, just to make it and use it sometimes. Because I like, I like to produce ideas, but they're not table, really. Just to produce ideas, all the letters of this semantic field, you know, just all those tiny sounds, which you use in order to create something. I like to produce ideas. Just, just, just. Ah, Jesus. Кстати, вопросы можно задавать, похоже, дело, если что-то непонятно, я объясню. Я излагаю очень сложный материал, очень сложный. Я всегда мечтал стать академическим ученым, но у меня не получилось, понимаете. Но я так вот живу с этим комплексом, наверное, с этим придется и умереть. Как-то я, я даже не кандидат наук. Я не кандидат, и никогда им не стану. Никогда не стану я кандидатом наук. Очень хочется стать кандидатом наук. Чем не важно, каких, ну, хоть каких-нибудь. Можно даже специально под это науки какие-нибудь придумать, чтобы стать кандидатом. Вот я стану, когда я кандидатом наук, вы меня начнете совсем по-другому. Вот слушайте вот, да, я все такой. Я эксгибиционист. Я выставляю. Это я цитирую моего гениального покойного друга Гришу Хорошилову. Пухом ему будет земля, и память его пусть на небе ему будет хорошо. У него была такая кассета, он ее выпустил. Голубой огонек она называлась, которая посвящалась всем деятелям культуры, науки и искусства всех времен и народов человечества. Голубой огонек она называлась. Сейчас это в полной мере разворачивается. Он саундтрек написал происходящим гениальнейший представитель. И вот у него там есть такая песня, которая называется «Я эксгибиционист, я выставляю». Ну а как не обольщаться? Ну как не обольщаться? Ну как не обольщаться? Ну как? Ну никто же… Конечно, надо бы не обольщаться по-хорошему, по-нормальному. Лучше бы не обольщаться, тогда не будешь огорчаться. Ну а как, если огорчение, оно живет уже горечью, я не знаю. Горечь – это вкус сердца, понимаете? Горький вкус – это вкус меридиана сердца. Он избыточный. И как только «Ха-ха» сказал, то сразу, опа, оно и выделилось. Понимаете? Душа сократилась и расправилась, что-то сразу произошло. Потому что это божественно, я же, я не знаю, что это значит, правда, но так ведутся на это, там, создают эти пожертвования, когда ты говоришь, вот это вот божественная красота, божественное вдохновение. Ну, это как-то, ну, разводится народ, нормально. Я рекомендую почаще поддержаться этими словами. Бог знает, может, попадет. Потому что любое слово, ты куда его не указываешь, это тоже управляемое совпадение. Вернее, управляемое совпадение, я вот сейчас честно, я ни к вам не говорил это никогда. Это вот высшая сакральная истина, которую я постиг. Вы знаете, видите, что я знаю этих истин, ого-го-го, сколько много. Как я не знаю, там, цен в азбуке вкуса вот приблизительно такое же количество. Существуют управляемые совпадения, но существуют еще управляемые несовпадения. Еще существуют неуправляемые совпадения и неуправляемые несовпадения. И только когда они четыре совмещаются, в общем, я не знаю, что тогда происходит, а мне не получалось. Вы попробуйте, обязательно что-нибудь будет интересное. Вот все четыре, если соединить эти четыре. В книге Перемен это называется «Сысян», четыре образа как таковые. Ну, мне на самом деле, как видите, сказать вам нечего. Те звуки, которые я мог произнести, я продемонстрировал, как я их произношу. Вот еще два притопа, три прихлопа, наш этот орденский основной. Безукс нау нынерстыбас, я не знаю, латышки друзья радуются моему владению латышким языком. А еще одно еду, галюанзивас. Так вот еще такое могу сказать. И сварору на друску латвийским. И чё? И чё, собственно говоря. Даже если бы я носох или сейчас вот это вот чё. Я не знаю, как правило. Рислав, тут люди интересуются дыханием, дыхательным праздником. Ты фэншуй и цыгун еще ведешь? Нет. Вот уже. У меня все. А показать можешь? Пролетели. Фэншуй и цыгун. Да, да, да. Показать, я же экспедиционер. Фэншуй и цыгун. Ооо, good. Наконец-то. Вот это нормально. Вот это в рот. Конечно, я сейчас покажу. Готовьтесь. Нервных просим не смотреть, стыдливо заходить глаза. Всё. Главное, правильно, что их тёпнуть. Да, вот это всё. Можно даже уже не выходить. Настоящие мастера сразу определят. Вот в русской деревне, когда занимались цыгуном таким, Блин, эти лохи вот это ногами дерзали. А главный, просто-ао-а! Шааа, Урки. И всё, и все слушают всё. У меня так не получилось убедительней. Так только, вкратце. Так что, фэншуй и цыгун надо дышать осознанно. Не поспоришь вообще нифига. не получается. Жалко. Такие хорошие намерения, ни одно не воплотилось. И более того, я полагаю, ни одно не воплотится. В общем, я не знаю, как у вас. У вас ещё всё впереди, ещё столько воплотится всего, я не знаю. Столько придётся воплощаться, вот эта воплотилка как бы не это, не поистёрла. А у нас уже всё, уже путь пройден, и строк печальных, постыдных не смывает. Что-то как-то там такое было, какое-то выражение у кого-то, да, вот это вот. И слёзы, и у, ой, мамочки. Вот такое вот устройство сознания ощутимого мира. Жалко, просто не совпало. Я бы раньше мог что-то умное сказать, честно. Я раньше умел. Подтвердят люди. Я такие тексты писал, сам не понимал. Ого! Сейчас тоже могу написать текст, который я не понимаю. Но если раньше я писал, и не понимал, и верил, что я понимаю, то сейчас уже и сил нету заставить себя поверить. Потому что, ну, поверить уже надо себя заставлять. Ты когда врёшь, когда ты... Врать... Мой брат по ордену, значит, создатель ядро и верхушка, арнис великий, арнис могучий и ужасный, значит, он мне не верит, понимаете? Я ему говорю, я не верю. Не верю. А я ему говорю, ну, правильно делаешь, потому что я всё вру. Я всё вру, но я вру честно. Я честно вру, понимаете? Главное же врать честно. Тогда, в общем, всё равно. Но это же не получается. И соврать-то честно не удаётся. Я не говорю о том, чтобы правду сказать. Есть уже весь вопрос, насколько ты себя перед этим надо же вот себе поставил. Здесь оценочка, здесь оценочка, здесь я такой, здесь оценка, здесь вот такой, здесь вот так. Ну, вот это вот. Одел на эту, да, вот это. Привычно вот это вот. Отсканировал внутреннее состояние. И всё, и ходишь, внушаешь. Вот кто они внушают? Каждый внушает. Какой-то образ свой любимый, да, вот это вот. Я такая, я такой. Ну, да, 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 да. Я вижу здесь всё. У каждого такая непростая диагностика. Нормально вообще всё. Пристроились, да, вообще-то. Про творчество. Как бы ебаник не начистили. По-хорошему. По-честному, если сказать. А, я, кстати говоря, как это вот умные люди говорят, я абсолютно не согласен с высказываниями. Редакция вообще с мнением автора вообще ни разу не согласна. Честно, честно. Вот эта вся, вот эта вот нецензурщина, которую лепит вот этот вот, одно из переживающих непонятно субличностей, не имеет никакого отношения ко мне настоящему, понимаете. Я настоящий вообще, вот я бы в галстуке ходил только, и всё. А этот, я не знаю, что-то понапярить на себя, вот эта красная маечка, и вот эта вот... Ну что это такое? Ну стыдно. Дедушка, стыдно. И стыдно такие, понимаете, стыдно такие, но я борюсь. Я борюсь со стыдом. Морзу делаю наглую, вот это вот. И как будто я вообще ничего плохого в этой жизни не сделал. А я на самом деле ничего хорошего не сделал. И это я только говорю, чтобы у меня... Головка у тебя округлая, мальчишки дразнятся, ты сделал много хорошего, люди тебя запомнят. А нихуя. Ну не знаете, какая что-то... Это опять нет. Так, на всякий случай. Это вот цензура, вот... Там ты сотри эти все слова, потому что там даже голос другой становится, вот начинает говорить. Я не знаю, почему так происходит. Ну расщепление личности, ну понимаете, ну конечно, место мне в дурке, в дурке мне место, 100%. Ну там мне место нет. Там тоже не развернешься, собственно говоря. Я не хочу никакого диагноза. Не хочу. А одеться куда? Руки есть, ноги есть, понимаете. Рот-то в нее и есть. И все, и диагноз есть следователь. Девация. Раз он есть. Дабл-байнд имени Грегори Бейсона. Здрасте, приехали. Вот это вот. Парадокс и контрпарадокс. Хидден геймс оф организэйшн. Я не знаю. Деклэрд месседж, имплэйд месседж. Имплэсит аймин. Excuse me, please. Май бритиш этот. Оксфорд, мать его. Пардонэмо. Даже не он пьет, а гранд. Я бы сказал, вот так. Конченый просто вообще. И что, и вот как, а как, а как, а как с жизнью быть? А как, а дети, у меня же дети, понимаете. У меня много детей. Со всеми у меня нормально сложилось. Сложно. Такие же, такие же, со своими же делами. И ничего, поделать-то ничего нельзя. Раньше-то я пытался. У меня были раньше такие иллюзии, понимаете, что можно что-то сделать. И я и сейчас стараюсь. Не удается избавиться от этого вот мерзкого желания на пятерку сдать экзамен, понимаете. А я никуда не поступал, честно говоря. Я так и не понял, что за вид спорта, в котором нас тренируют. Честно, это не мой забег, я не знаю. Я в плавании, понимаете. На лете, доктор, на лете в бассейн воды. Уже сложно в питон биться на лете. Хочется поплавать. Если есть какие-то вопросы по поводу моей лекции, пожалуйста. А скажите, пожалуйста, потому что вы с книгой прочитали, там все, проиграешь, проиграешь, варианты выиграть нет? Есть почему-то. Есть? Да. А там где-то в другой глобин написано. Слушайте, слушайте. Да я хрен его ждать. Если бы я и читал эту книгу, сейчас пойду. В настроении всегда быть веселым, хранить способность смеяться в равной степени и над собой, и над другими, и над всем, что попадает в поле твоего внимания. Всегда сохранять спокойное состояние духа, удерживаться от вовлечения и переживания отдельных движений и ходов. Нельзя недооценивать противника. Быть увлеченным игрой, думать о постороннем, думать об игре, думать. А все. Все, что-то. Еще вопросы. Дальше некуда. Все, думать нельзя. Будешь думать, проиграешь. А разница какая? Проигрыш, это же лучше всего. Вы знаете, вот они что-то мучают, а потом проигрыш, скрипочка так, проигрыш скрипичный. Вот это вот самое. Я сейчас занимаюсь только разводкой, ведением общения. Жесткие аферы по выманиванию денежных средств из населения. Больше ничего не делаю. По роли я обучаю? Я обучаю? Нет, конечно. Нет, ну вы бросьте. Кто вот это вот обучает такому? Это же тайные секреты мастерства. Понимаете? Это самый главный бизнес. Конечно, ни в коем случае. Более того, я же не признаюсь, я же не говорю. Что, я прошу прощения? Уйдет в могилу, если не передадите знания. Да и хер с ним. Уйдет в могилу. И слава богу, понимаешь? Типа, знание передавать, себя не уважать. Я не знаю, это просто поймали вот эти вот сопли размазанные религиозно-философские, значит. Это надо быть добрым к людям. Надо передать то, что ты накопил. Бабки передай. Как у вас вопрос? Какой цинизм? Какой цинизм? А что вы вообще? Где цинизм? Я даже прикрыл цинизм. Реально, понимаете, игрой. Про мудрость это вот вы зря меня мудаком назвали. Про мудрость. Я бы не горячился, честно говоря. Я как посмотрю на себя в зеркале зря, что-то думаю, еб твою мать. Бронислав Брониславич, да что дожил вообще? Урод. С мудростью. Ну, если маркет был, то можно, в принципе. Мудрость сейчас маркет был. Цинизм, кстати, тоже иногда маркет был. И, кстати, маркет иногда маркет был. Потому что надо марк, да, я правильно, марк, марк Аврелий, или который этот Евангелие написал, я их не различаю. Один из двух. Ну, кто-то маркет был, кто-то не маркет был. А у Аркадия Анатольевича Новикова есть ресторан, такой маркет. Очень хороший ресторан. Я когда-то туда хаживал, бывало время. Были мы рисаками, да, была возможность. Все, сейчас, все. Заводская, столовая, проходная, вот этот вот пропуск, вохра, в общем, все. Понимаете? Боже, как приятно на вас. Какие вы все хорошие. Чудесные люди. Люди, как я вас люблю. Как я вас люблю. Не верьте ни одному моему слову. Я вас умолю. Хотя сказать, что я вас не люблю, тоже нельзя. Друзья, как-то, собственно, за что вас любить или не любить. Это я к себе обращаюсь, на самом деле. К вот этому сонму моих, по этих, субподрядчикам. Вот, по поводу обучения, так у меня все. Спасибо. Я, ну, может, все-таки меня, все-таки меня зааплодировал. Люди хотели вопросы задавать. А у нас сфиль люди уже лежат. Где вас можно? Давайте все остальное, как у нас сейчас перерывит. Десять минут. Кто хочет подписать книги Брарислава Брариславовича, там стол с его книгами. Да. Десять минут. Приятного. Продолжение следует...